тамбо рассказ был автор виктор лосев если поехать от лесного по старой проложенной еще заключенными 30-е годов железной дороге в сторону архангельска то через 200 километров попадешь на брусничную оттуда еще километров через 30 можно попасть и в тамбов вернее в тамбовку это такой поселочек из двух десятков бараков получившие название свое от выселинцев кулаков из тамбовской области которые валили здесь лес и помирали прям один за другим опустошая весь поселок пока в нем не осталось уже всего лишь несколько стариков так и не решившихся вернуться на родину после реабилитации пробивались они сбором живицы смолы для производства дегтя рыбалкой охотой да и сбором всяких грибов ягод ни магазина никакого вокруг на все сто километров ни связи тебе не амбулатории ну в общем медвежий угол так сказать я попал туда чисто случайно да и остался почти на целый год коротая время в походах по тайге и собирая гербарий из местных растений и слушая рассказы о нелегком житие бытие репрессированных крестьян всех слова охотливей был пантелей неказистый старикашка похоронивший здесь жену и двух дочерей но не обозлившийся ни на советскую власть не на скучную свою полу нищенскую жизнь впрочем скучно ее назвать было никак нельзя с утра перекрестившись и выпив брусничного чаю отправлялся он на целый день в лес с неизменной одностволкой и десятком крючков малахая возвращался уже затемно нагруженный рыбой которую ловил в одном только ему известном озерце как говорил без наживки приносил бывало и куропаток и тетеревов пойманных в силки патроны берег негде было пополнять запасы из поселка он никуда не ногой а редкие охотники у которых при случае выменивал патроны на пушнину здесь появлялись совсем не часто тот день пантелей пришел нагруженный мешком в котором что-то шевелилось вот погляди митрич сказал он небрежно сбрасывая мешок с плеча я подошел он развязал узел на горловине мешка и высыпал все содержимое и у ног моих оказалось шестеро маленьких серых комочков сразу же сбившихся в кучку выж волчью логову разорил матка-то сбегла а шинков я вырыл из нарыта ну и куда же ты их теперь а а чуть как подрастут прибью за каждого знаешь сто рубликов положено я разглядывал его добычу маленькие серые комочки жались и жались друг другу щенята были слепыми и неуклюже тыкались мордами друг друга издавая жалобные жалобные звуки все они были одного окраса и только один из них выглядел темнее всех он беспомощно поднимал свою голову словно хотел сквозь вслепленные веки разглядеть своих мучителей и вызвал во мне просто необъяснимую жалость вот что пантелей сказал я подняв волчонка дам я тебе за него две сотни соглашайся да на кой пень он тебе сдался да ну вырастешь ты на свою голову так он же волк все в лес смотрит убежит да еще и собак наших порвет в поселке жили полтора десятка дворняжек никому не принадлежавших бегающих от барака к бараку подбирая объедки жители их не обижали но и не приваживали каждую зиму их становилось меньше наполовину волки расплодившиеся в обезлюдивших местах таскали их в голодную пору но весной появлялась новое поколение дворняк и популяция их не убывала сейчас унюхав своих врагов они уже собрались вокруг нас и подняли гвалт о видишь как жмыли сюда им только дай разорвут на кушки а ну брысь замахнулся на них пантелей пустым мешком собаки отпрыгнули но уходить не собирались ну так что пантелей берешь деньги а не отступал я от него а ну то конечно двести лучше чем что бери щенка коль не шутишь только потом от это мне не жалуйся ясно я прыжал щенка к щеке и он тут же извернувшись ухватил меня за нос беззубым но твердым ртом больно было до слез во во засмеялся пантелей я ж тебе говорю намайся ты с ним нашего на тоби надо я когда их таскау меня тоже кто-то за палец тяпнул этот наверное ага а ну-ка дай его выхватил он щенка из моих рук и я даже не успел ему воспротивиться как он сразу достав нож полоснул щенка по уху щенок заурчав замотал головой и зарычал совсем не по собачьи а пусть знает как кусаться зверюга усмехнулся пантелей отдавая мне щенка обратно я унес его скулящего в дом кое-как запеленал пораненное ухо и стал думать как же мы будем жить дальше теперь я жалел о своем минутном порыве сострадания ну во первых стала проблема чем же его кормить но во вторых я понимал что вырастить его вряд ли мне удастся поселковые псы нас в покое не оставят да и куда деть волка когда вырастет а правда в поселке была одна корова и хозяйка ее михаловна продавала мне трехлитровую банку молока два раза в неделю но я и не представлял насколько прожорливы эти молодые волчата мне теперь пришлось оставить все свои занятия и кормить его каждый час трехлитровый банку он выпивал за день и все равно казался голодным спал он у меня на постели уткнувшись под мышку и во сне упорно отыскивал воображаемый материнский сосок одно только успокаивало волчонок которого я назвал тамбо рос не по дням а по часам и вскоре прозрев уже не отходил от моей ноги ни на шаг норовя растерзать мои единственные сапоги обрезанная пантелеем ухо волчонка благополучно зажила он стал игривым и умилял меня из всех поселковых любопытствующих посмотреть на живого волка потом правда их интерес уже пропал к нашему с тамбо удовольствию а вот дворняги угомониться и признать его никак не собирались и мне пришлось два дня разбирать полы в брошенном бараке и из досок строить загон для своего питомца время шло быстро но еще быстрее рос сам тамбо он уже округлился и через месяц я попробовал кормить его мясом уже выпросив у пантелея полузадушенного рябчика тамбо недоверчиво отпрянул от раненной птицы припадая к земле несколько раз подползал к ней на брюхе принюхивая все и повизгивая при этом наконец он таки решился тронуть ее лапой а потом уже совсем осмелев схватил мелкими еще но острыми как иголки зубами и чем больше трепыхалась несчастная птица тему прямее мотал он головой и уручал басовито и яростно пока не растрепал всю ее в клочья потом с выражением брезгливости он все-таки сожрал я вместе с перьями глядя на меня как мне показалось враждебно вероятно он опасался что я заберу у него его первую добычу и именно с тех пор было исключено молоко из его меню я наловчился ловить ему мышей и заказывал пантелею рябчиков и куропаток которых он с приогромным удовольствием приносил мне каждый день пополняя свой бюджет целыми днями тамбо носился в загоне прислушиваясь к лаю поселковых собак смешно поводя единственным ухом и радостно бросался ко мне приглашая поиграть со мной но игры его становились все опаснее для моего обмундирования сапоги уже давно были все продырявлены штаны и рукава изодраны все в клочья чтобы как-то нейтрализовать его неуемную вот эту вот энергию я надумал брать его с собой на прогулку в лес в тайне надеюсь что он убежит от меня навсегда ранним ранним утром я спрятав его за пазуху пробрался через поселок на окраину опасаясь разбудить спавших в это время собак и поспешил сосновый бор там я вытряхнул волчонка из под куртки и неспешно пошел меж сосен тайком наблюдая за тамбо поначалу он не решался сделать ни шагу припал к земле и резко поворачивая морду из стороны в сторону мелкая дрожь волнами пробегала по его уже густой и темной гриве и пасть его раскрывалась в беззвучном ворчание обнажая мелкие белые клыки он несколько раз тоской и недоуменно поднимал ко мне голову но я продолжал медленно уходить от него словно даже не замечая его призыва ну и наконец страх остаться одному в этой неведомой ему обстановке все таки пересилил его и он бросился следом за мной испуганно прижимаясь к ноге но не прошли мы так и сотни метров как там был вполне себе освоился оглядываясь и принюхиваясь он уже не крался поджимая хвост а выпрямился и вышагивал гордо гордо разглядывая все с очевидным любопытством углубившись довольно в лес я отыскал полянку и присел отдохнуть тамбо как видно совсем не устал и оглядываясь на меня стал исследовать окрестности его интересовал на буквально все все что попадалось ему на глаза он обнюхивал травы и что-то пробовал там себе на зуб внимательно наблюдал за полетом бабочки пытаясь схватить ее на лету зарывался носом в заросли брусники вдыхал глубоко всей грудью а потом фыркал и при всем при этом его единственное ухо напряженно поворачивалась вслед каждому звуку леса и тогда он замирал кося на меня свой желтый глаз а я делал вид что не обращая на него никакого внимания обидевшись он вскоре тоже перестал смотреть мою сторону удаляясь все глубже и глубже в лес пока не пропал за деревьями слава богу подумал я облегченно пусть себе возвращается в родную природу в родную стихию подождав еще порядочно я потихоньку поднялся и повернул к дому но стоило только мне отойти на сотню метров как с шумом и урчанием он примчался вслед припал к изодранному моему сапогу и поднял ко мне голову он тяжело дышал и пофыркивал и если бы я не знал что звери не смеются я бы поверил что он хитро хитро улыбается мне как бы разгадав мое коварство и торжествуя при этом с тех пор прогулки наши стали уже ежедневными тамбов все чаще уходил от меня надолго мышкуя иногда принося мне задушенных кротов и ежей однажды он торжествующе продефилировал мимо скоропаткой в зубах как я понял совсем не желая делить со мной этот охотничий трофей я был доволен что волчонок восстановил свои природные инстинкты и может добывать себе пищу самостоятельно часто вот так вот раздумывая над его судьбой я понимал что расставание с ним просто неизбежно изнеженный домашней жизнью и без страха к людям без меня он наверняка пропадет и кончит жизнь под пулей охотника несмотря даже на ошейник который я не снимал с тамбо никогда и все же у меня теплилась надежда что он может стать полноценным зверем осторожным и скрытным вскоре наша мирная жизнь вдруг внезапно закончилась двухметровый забор которым был окружен загон для волчонка вскоре перестал быть уже ему преградой и в одну прекрасную ночь он перемахнул через ограду и вырвался прямо в поселок я проснулся от страшного визга и лая и все понял сразу собаки терзали моего тамбо схватив ружье наспех чтобы хоть выстрелами как-то распугать свуры я выскочил на улицу пытаясь разглядеть что же там такое происходит стояла полная луна и в ее мертвом свете посреди барака вкрутился клубок извизжащих из тонущих теней я сразу же выстрелил вверх из двух стволов но свалка ни на миг не прекратилась бездумно бросился я в центр этой круговерти пытаясь вызволить тамбо которому конечно же не устоять против десятка взрослых псов но споткнувшись раза два мягкие тела из раненых собак я понял что помощи тамбо совсем не требуется спасать нужно именно дворняжек кое-как разглядел я своего друга и ухватив за ошейник потащил его домой отпихиваясь ногами и прикладом от наседавших псов ночная драка разбудившая весь поселок имела неприятные последствия для нас обоих ты это митрич вот что ослабони нас от этой зверюги заявил поутру пантелей явившийся ко мне во главе делегации из трех баб и двух мужиков а то это не то что собак людей погрызет тварь такая-то а гляди-ка на него сколько собак передохло куда же мне его девать спрашиваю а давай стрельнем я еще сотню заработаю и тебе хорошо и нам безопасно согласиться с этим я не мог так ну тады отвози его подальше в тайгу пусть там себе живет а я его все равно истреблю подлечив раны оставленные таки собаками на морде и шкуре тамбо я решился на предательство дождавшись редко заглядывающих поселок лесовозов я договорился с водителем и затащил сопротивляющегося словно все понимающего тамбо в тесную кабину грозовика и мы тронулись в дальний путь проехав сотню километров по вырубкам мы наконец добрались до нетронутых единственных мест желтоствольные корабельные сосны высоко в небо поднимали свои кроны а их мощные в два обхвата комли упирались в густые заросли мхов кусты голубики и брусники то и дело на нашем пути попадали стайки рябчиков дважды я заметил даже пересекавших нам путь зайчишек нетронутая богатая живностью бескрайняя тайга это как раз именно то что я искал для своего друга здесь я очень на это надеялся он сумеет прокормиться попросив водителя остановить лесовоз я вышел из кабины и вытащил из него упиравшегося всеми четырьмя лапами тамбо я присел на песок дороги и волк сел со мной рядом не сводя с меня своих желтых глаз тамбо ты должен жить сам как и положено волку понимаешь меня тамбо говорил я ему поглаживая его черно-серую холку здесь вон видишь места хорошие много еды тебе будет ты я думаю здесь не пропадешь а он слушал меня внимательно внимательно сурово глядя мне в глаза и я мог бы поклясться что тамбо понимает каждое мое слово и от этого мне хотелось даже плакать я постарался быстрее завершить эту тягостную для меня сцену ну прощай тамбо удачи тебе в твоей новой жизни проговорил я напоследок и вернулся в кабину автомашины тамбо не сдвинулся даже с места и я в зеркало заднего вида долго еще наблюдал за ним он сидел безучестно пока мы не скрылись уже совсем за поворотом прошло четыре недели постепенно муки совести которые поначалу меня одолевали понемногу ослабли я стал привыкать что никто не встречает меня во дворе своим приветливым урчанием и не прыгает мне на плечи стараясь кто ну ну ткнуться своим жестким и холодным носом прямо мне в губы но мысли мои все же часто уносились в тайгу именно туда где я оставил своего питомца и вот однажды ночью вдруг я был разбужен с полошными воплями поселковых собак вся их свора с громким лаем и визгом пронеслась мимо барака куда-то в сторону леса и там продолжала свой концерт еще полчаса уж не там боли заявился сразу же мелькнула у меня в голове мысль которую я тут же отмел сто с лишним километров на которые я забросил волка должны были стать для него непреодолимым препятствием ты не мог же он запомнить дорогу да и зачем ему менять волчью жизнь в загородке однако утром ко мне снова заявилась представительная делегация аборигенов возглавляемая по обычаю пантелеем в руках одного из них болтались две растерзанные курицы вот видишь, Митрич это все твоя зверюга вот это наделала у мышки вот всех курей задрал и собаки пораненные у него да не моя это зверюга искренне возмущался ему я моя бродит где-то там далеко-далеко в архангельской губернии не скажи, Дмитрич это его почерк он и собаки его все признали мы тут с мужиками уже сговорились заявится еще точно застрелим гада этого пообсуждав еще ночное вот это происшествие и выманив из меня деньги за подраных кур мужики ушли во свояси а я остался со своими мыслями оброшенным мною волке солнце поднялось к зениту когда снаружи из огородки кто-то заскрыл по доскам я бросился к калитке и не успел отодвинуть засов как чуть не был сбит с ног прыгнувший мне на грудь зверем это был тамбо уже повзрослевший поджарый и совсем не похожий на того подростка которого я оставил месяц назад в глухой тайге он молча прыгал вокруг меня стараясь заглянуть мне прямо в глаза а я боялся прямого взгляда волка потому что знал стоит мне только чуть расслабиться и я ни за что не захочу расставаться с ним как раз этого делать было никак нельзя ну не повезу же я волка в город куда уже собирался возвращаться тамбо уходи немедленно немедленно уходи отсюда а ну закричал я ему угрожающе замахиваясь на волка попавший под руку доской видно было что он совсем не ожидал такого приема дома он перестал вертеться и лег на живот вытянув лапы и не сводя с меня желтых и холодных глаз а ну уходи а ну пошел в лес слышите говорю отчаянно кричал я ему взмахивая над ним доской уходи кривляния хоть и удивляли его но не производили никакого впечатления в отчаянии я вбежал в дом схватил ружье и вышел на крыльцо с серьезными намерениями а ну уходи а ну уходи отсюда в лес тамбо слышишь меня в лес а ну уходи приказывал я ему поднимая ружье а тамбо равнодушно смотрел на меня подергивая своим единственным ухом ну уже а то я поднял стволы вверх и нажал на спуск и грохнул выстрел волк подскочил мячиком оскалился обнажив ряд белых зубов он смотрел на меня недоуменно и откровенно враждебно я вдруг почувствовал как страх ползет по спине пошел вон а ну пошел отсюда тамбо снова закричал ему я и выстрелил из второго ствола волк снова подпрыгнул на полметра и метнулся за калитку а когда я вышел следом за ним его уже и след простыл оставаться в поселке мне стало тягостно все время мне казалось что вот-вот снова заявится преданный мною товарищ и я заторопился во своя с мною не в мною в москве я снова окинулся в забытую было круговер столичных забот и перестал думать о таежных приключениях но однажды в январе я проснулся с твердым решением немедленно вернуться в тамбовку объясняя это необходимостью выполнить обещанное данное пантелею на самом деле я не признавался себе что в тайгу тянула меня тревога за судьбу тамбо собравшись туда за три дня я отправился в вятские края на встречу с неизвестным в тамбовку и летом попасть таки непросто а зимой на свой путь затратил я аж целую неделю намерзнув и изголодав наконец растворил я скрипучую дверь пантелея Митрич патроны то не забыл а спросил он меня не выказав никакого удивления но мы только вчера вот расстались да привез привез я тебе патроны я доставал из рюкзака свои подарки копченую колбасу водку шоколад деликатесы от которых здесь давно все отвыкли пантелей по очереди брал их в руки вертел нюхал и откладывал в сторону неодобрительно неодобрительно хмыкая и только пачки с патронами он рассматривал долго долго и влюбленно ощупывая каждую гильзу хорошо хорошо митрич ко времени ты явился я тут это берлогу выследил одну ага надо бы взять мишку да не с чем мыло идти понимаешь а теперь ого пойдешь со мной а мне совсем не хотелось убивать медведя но и отказаться было как-то неловко на той неделе тут с брусничной приедут ко мне еще помощники у них лошадка медведя ты на себе не утащишь а когда возьмем поставил он точку в нашем разговоре мне не терпелось расспросить его о тамбо и он будто прочитав мои мысли усмехнулся а твой этот волчище вымахал зверугу лютого вообще несколько раз появлялся тут собак всех погрыз да мы его стреляли кажись даже ранили а теперь сбежал может и сдох где мне что-то сразу захотелось вернуться в москву но дни стояли ясные морозец некрепкий все вокруг одета было инеем и сияло и я решил таки денек-два побродить здесь по окрестностям побить рябчиков и куропаток которых в этом году было особенно много я занял у пантелея широкие лыжи-снегостопы и бродил по лесу постреливая иногда даже удачно я высматривал следы зверей в надежде встретить хоть что-нибудь говорящие о тамбо если жив не мог он уйти далеко от своих родных мест бродит точно где-то здесь и чем чертом не шутит а вдруг встречу следов было много вот четкая линия лисы вдоль опушки а вот здесь вот размашисто скакал заяц а это лось бороздил глубокий еще неслежный снег попадались и не раз и волчьи наметки да только как узнать кто это наследил втайне надеялся я что один из них обязательно принадлежит моему тамбо на третий день я снова засобирался в лес поберег бы ты силы завтра мои приедут на кобыле на медведя ж надо идти остановил было меня пантелей да недалеко я пройду к обеду думаю вернусь отмахнулся я но к обеду вернуться у меня не вышло отойдя километра на три обнаружил я свежий след росомахи и загорелся прям взять этого редкого теперь зверя прошлепав на своих скороходах часа три я так и не смог догнать росомаху и решил повернуть поселку когда оступившись сломал лыжу и подвернул ногу а это была почти катастрофа глубокий выше колен рыхлый снег не держал без снегоступов все все мои попытки как-то починить лыжу ни к чему не приводили нога опухла у меня в лодыжки и каждое движение вызывало просто нестерпимую боль и я понял что добраться до тепла нынче мне не удастся нужно было позаботиться о своем ночлеге авось до завтра боли утихнет и я как-нибудь потихоньку доберусь уже до поселка и тут как назло вокруг был сплошной сосняк а снег под ним особенно глубокий несколько елей торчало метрах в двустах под елками всегда нет снега и там можно соорудить из лапника постель и разжечь костер благо без зажигалки и топорика в лес я не ходил так что замерзнуть я не боялся тревожило меня только одно что будет с поврежденной лодыжкой солнце уже упало за кроны когда я намучившись соорудил себе постель и разжег костер под давно упавшим стволом ели огонь поначалу нехотя лизал сухой ствол но потом занялся плотно и ровно и я согрелся и задремал проснулся я от пронизывающего холода костер мой едва дымился и сколько ни пытался снова разжечь его все было напрасно мороз стал таки заметно крепчать небо в огромных сверкающих звездах дышало космическим холодом по положению уходящей с горизонта большой медведицы было понятно что ночь идет к концу и скоро уже можно будет набрать сушняка и снова запалить костер опухшая лодыжка дергала при всяком шевелении и я боялся даже подумать как буду выбираться из этой вот глухомани я прислонился к теплому еще стволу рискуя спалить бок без всякой мысли вглядываясь в темень леса краем глаза я вдруг заметил скорее почувствовал какое-то движение в чаще и вглядевшись я увидел два желтых фонарика направленных прямо на меня волки обожгла меня тревога и я схватил ружье и выстрелил напрягая ослепленная вспышкой выстрела зрения напряженно всматривался я во тьму леса показалось а вдруг это был тамбо кольнула запоздалая меня догадка тамбо тамбо закричал я складывая ладони рупором и поворачиваясь в разные стороны страшная зимняя тишина морозного леса была ответом кое-как дождавшись утра надергал я сухого хвороста и снова разжег огонь вскоре я согрелся но страшно хотелось есть и я проклинал себя что не взял с собой ничего съестного надеясь не ходить далеко чертова росомаха а увела сбила меня с толку ругал я ни в чем не повинного зверя к полудню когда солнце стало припекать я задремал в полубреде из-за пустяковой травмы вдруг поднялась у меня температура я ощущал как липла кожи влажная рубаха холодя все тело положение мое было безвыходным и оставалось только ждать что пантелейс похватиться и начнет искать меня а а хотя как он меня найти то сможет росомаха таскала меня то на север то на восток я уже и сам то тут сбился с курса и затруднялся определить в какой стороне сейчас я от поселка оказался то а очнулся я далеко за полдень костер мой едва дымился и я снова пытался ворошить его а что же делать мне а сверлила единственная и отчетливая мысль стрелять чтобы привлечь внимание а кто же меня услышит вокруг на целые десятки километров ни единой души я уже смирился со своей участью когда почудили со своей участью когда почудились мне отдаленные выстрелы и людские голоса может это я брежу уже а решил я про себя равнодушно слушая нереальные звуки и даже не раскрывая при этом своих век а вот он где отдыхает раздалось у меня над самым ухом а ну вставай охотничек теребил меня пантелей рядом с ним стоял незнакомый мне человек что разлегся то а а ну вставай да вот нога пробормотал я не испытывая к удивлению никакой радости от счастливого своего избавления а ну ка хватка посмотри нам что у него с ногой распорядился пантелей незнакомец осторожно стащил с меня собок и присвистнул а а тащить придется до саней однако пророкотал он а и потащим чё тут согласился пантелей дальнейшее я уже помнил очень плохо как несли меня мужики на руках как уложили в сани на солому как довезли до самого дому всё это рассказывали мне уже на следующий день когда отпоили водкой и до отвала накормили мясом и я отоспался в тепле переборов простуду а как же вы меня нашли то так быстро а спросил я у пантелея как как спасибо скажи этому своему зверю какому зверю не сразу сообразил я да твоему волку вот этому мы едем себе по дороге едем а а говорит смотри волчара сидит и я смотрю и точно сидит ну мы сразу за ружье а он влез да не шибко бежит знаешь останавливается оглядывается при этом мы с двухто ружей пальнули да не попали в него а он и не уходит и не уходит вот зверюга думаем медленно идет знаешь ну мы в азарт лошадь бросили и за ним так нас и тащил за собой аж километра три я три раза в него стрелял да все мазал все мимо а потом он вдруг как рванул и все пропал не мая его мы по следу вышли в аккурат как раз на твой огонек он от тебя в пяти метрах след проложил неужели не видал зверя твоего а я пожал плечами напрягая память но нет точно не видел это это когда я на тебя наткнулся тогда я уже только понял тамбо это это твой корноухий тамбо точно какой еще дурак пойдет на кострыщи то а волки они ж это они ж звери осторожные огонь они за много вершует не это он нарочно нас на тебя вот это вывел жал только промазал я экая шкура то сбежала то а так что тебя с тебя сотня рубликов все ж таки и прочитается он сколько патронов я спалил а и все напрашно на полном серьезе закончил пантелей а я потрясенный я просто ничего не мог сказать ему в ответ на третий уже день залечив свою лодыжку снова выбрался я в тайгу разглядывая следы но волчьих мне уже не попадалось много раз зайдя поглубже в лес звал я своего друга но никто не вышел мне навстречу с тем я и уехал в москву так и не разгадав загадки которую загадал мне мой спаситель на этом и заканчивается аудиорассказ слушайте также и другие аудиорассказы по ссылке в описании под видео есть ссылка на плейлист которая так и называется все мои аудиокниги и я думаю там вы точно найдете для себя еще что-нибудь интересного лесная беда проснувшись митька сразу вспомнил что сегодня воскресенье и отец обещал взять его обязательно на рыбалку он скатился с печки и выскочил в синтон